Привет, мои дорогие! Я рада снова вас приветствовать на своем канале. И мы продолжаем разговаривать об идиомах, о каких-то интересных разговорных фразах. И сегодня нас с вами ждет еще пять, еще пятерка новых фраз, которые позволят вам быть с вами среди своих понимателей, самостоятельно классно разговаривать. И я надеюсь, что эти фразы сегодняшние вам тоже понравятся. Ну что, начинаем! Итак, фраза номер один на сегодня, вернее их тут две. Смотрите, выглядит она вот так. Without a doubt, без сомнения. И just like that, вот так. Just like that, вот так. Когда используется первая фраза, когда вы совершенно не сомневаетесь, говорите, без сомнений. Есть, конечно, слово undoubtedly, несомненно, но также не пресвуйте и полной фразочкой without a doubt, без единого сомнения. Когда вы имеете это в виду, можете использовать именно эту фразу. Так, если у вас есть вот это just like that, это, знаете, используется, когда вы, да вот так, в два счета, да просто так. Вот он просто возьмет и вот разобьет свою вазочку. Как? Она же так торгается. Да ладно, just like that. Вот так, вот так. Или еще, знаете, когда используется, когда, допустим, вот пара ругается, да, там вот в сериале, вот пара ругается, да, иди, все, и больше не приходи. И он поврачивается и говорит, just like that, что вот так, что вот просто вот так. Она говорит, yes, yes, just like that, just like that, just like that, just like that. Это очень смешно выглядит в сериалах обычно. Проследите, пожалуйста, вы частенько можете встретить и первую фразу, и вторую. Она действительно такая, они опытки живучие. Итак, давайте посмотрим вариант использования этих двух фраз в предложении. Он такой безответственный, без сомнения он может пропасть в два счета. Ты даже не будешь знать, почему, и собирается ли он вернуться. Фраза номер два, мои дорогие, вам очень понравится. Наверняка вы в русском говорите такую же фразу. И вот, может, сомневаетесь, как сказать ее по-английски. Итак, выглядит она вот так. He is not just a doctor, he is the best doctor. Обозначает, ну, не просто какой-то там доктор. Он лучший доктор в нашей стране или в мире. He is not just any, just any. Any это какой-либо, да? Have you got any any time? Или там, have you got any cups? У вас есть какие-то чашки? Или have you got any чего-то? А тут any doctors, какие-то доктора, да? То есть, he is not just any doctor. Он не просто какой-то там доктор. He is the best doctor. Мы часто говорим, мама, она не просто какая-то девушка. She is not just any girl. She is my girlfriend, mother. И там, она не просто девушка, она моя девушка. Или это не просто дом. Это дом за миллион долларов. This is not just any house. This house costs one million dollars. Короче, я всякий рад, когда вы хотите проявить эту эмоцию. Возьмите себе на вооружение эту класснющую фразу. А мы с вами сейчас посмотрим вариант примера. Она не просто какая-то там художница. Разве ты не знал, что она широко известная художница? Многие люди ценят ее талант и покупают ее картины даже еще до начала выставки. Мои дорогие ребята, номер три. Уверена, она вам очень понравится. Поскольку в русском языке мы частенько говорим подобную эмоцию. Итак, head and shoulders above. Это что, шампунь, not? Head and shoulders, многие узнали шампунь. Нет, на самом деле здесь идет речь именно о голове и именно о плечах. В русском языке мы имеем аналог такой фразы, когда хотим сказать. Да что ты? Переживай, боже мой, да ты на голову целую выше его. А ты там волнуешься, что он тебе сказал. Да ты на целую голову выше его. И конечно же речь идет не о физиологии. И конечно же речь идет не совсем о росте. А речь идет о каких-то достижениях, о каких-то там внутренних качествах, о духовных качествах. И конечно же об опыте в чем-то, да. Ты на целую голову выше его в обучении или еще в чем-то. Смотрите, мы говорим на целую голову. А они говорят на голову и на плечи. То есть еще больше, чем говорим мы. Голова и плечи. То есть на целый, вот досюда ты прям выше, чем он. Поэтому, дорогие мои, когда вам всякий раз теперь захочется сказать, что, как бы поддержать и сказать, слушайте, да ты на целую голову выше этого Пети. А ты там, блин, что-то себе еще переживаешь. Говорите эту фразу смело. И вас обязательно поймут. Это head and shoulders above somebody. Смотрим варианты использования. Не переживай за его обидных слов. Он просто грубый мальчуган. Ты на целую голову выше его. Мои дорогие, фраза номер 4. Шикарная, сумасшедшая и, возможно, непонятная. Сейчас будем разбираться. Итак, выглядит она вот так. To get on like housing fire. В русском языке переводится эта фраза, когда вы с кем-то очень хорошо поладили буквально с первых секунд знакомства. И вы говорите, ой, вы так хорошо поладили. В русском языке, может, также из фильма Покровские ворота, наверняка вы знаете эту фразу, ну как вы спелись. Вот это оно, ребят, когда вот случайно люди встречаются, и с первых же моментов они находятся друг в друге родственную душу. Или настолько разговариваются, настолько находят интерес друг в друге, что говорят, блин, ну вот это вы поладили, конечно. Да, да, вы поприятельствовали. Так вот, get on like housing fire. Почему именно так? Потому что, считают англичане, что если вы взаимную симпатию друг к другу почувствовали так быстро, что прониклись так быстро друг к другу, как огонь пожирает дом, как огонь и пламя быстро охватывают все здание и дом. Да, вот так, по счету. Just like that, да, используя одну из наших недавних фраз. То, потому и вы так быстро поладили, get on like housing fire. Никакого сарказма в этой фразе нет. Совершенно спокойная, мирная, добрая, тихая фраза. Никаких сарказмов. Вы действительно считаете, ой, как хорошо вы поладили, да? Get on like housing fire. Давайте посмотрим вариант использования. Это так странно, как кошка и собака, живущие в одном доме, так прекрасно ладят между собой. И последняя фраза на сегодня, пятая, которая завершает нашу пятерку, выглядит вот так. Я просто утратил дар речи, говорим мы в русском языке. А они были потеряны на словах. Итак, когда мы используем эту фразу, когда нам нечего сказать от шока, или нам просто нечего сказать, вот как бы от эмоции, вы настолько не ожидали чего-то, вы настолько как-то шокированы, что вы just lost for words. Вы просто потеряли дар речи. Давайте посмотрим, как она используется в предложении. Когда они спросили меня, видел ли я его в школе в тот день, я потерял дар речи. Я не хотел врать. Ну что, мои дорогие, я готова вас поздравить. У вас в копилочке еще плюс пять новых фраз, которые, я уверена, вам понравились, хотя бы некоторые из них. Запишите, пожалуйста, им блокнот, чтобы ни одна фраза от нас не убежала. Все это проработайте в своих собственных предложениях. Можете использовать предложение, которое я вам предлагаю. А сейчас мы переходим к отработке в тексте. Прослушайте, пожалуйста, текст. Переведите его. Потом сверьте его с оригиналом. И сможете потом с ним уже постоянно прорабатывать, вспоминать эти фразы. Потому что все фразы, которые сегодня учили, включены в этот текст. Ну а я не устану говорить, как я вас люблю и как я вами восхищаюсь. И как я вами горжусь. Тем, что вы настолько трудолюбивы, что постоянно работаете над собой, разбиваетесь и не стоите на месте. Ну а мы встретимся в следующем видео. Пока! I entered the first salon on my way and listened to my heart. If I felt they are comfortable for the first five minutes, then without a doubt I started the conversation and then looked at the master if I liked him or not. Just like that, on my fifth point, I came into a very pleasant salon. I was met by administrator and he led me to the master. A very young boy was standing in front of me. I even hesitated for a while in the beginning if I could trust his hands. But he behaved so confidently. He offered me a cup of coffee. He was smiling all the time. I thought, well, come with me. While he was doing my hair, his fingers were working so professionally that I even thought he was head and shoulder above those well-known masters whose service I'd used in my native city. We got on like house on fire and chatted like old friends. He changed my image just like that. When I looked at me in the mirror after his work had been completed, I was just lost for words. A confident, beautiful, well-groomed woman was looking at me from there and all of that had been done by that young guy for a couple of hours only. When I went to the administrator to pay for work, I asked if I could make an appointment to the same master for the next time. She answered, he was not just any master, he was one of the best masters of the capital city. And here he was only because he helped his friend to arrange the work of Salon. And already next week he was going to leave. I was both very surprised and upset. That's a pity. I couldn't get to his regular client's list. But in such ways, sometimes we can find flowers among the stones. The man is not to be afraid to look down.